Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящего понедельника, а также продолжительных новогодних праздников, вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выстояли в сложнейших условиях и выполнили все задачи. Уральские ученые нашли в Антарктиде метеориты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще одна жертва перевала Дятлова. В минувшие выходные группа туристов из Пермского края обнаружила в печально известном месте Уральский гор труп мужчины. Тело лежало в палатке. Информацию о страшной находке пермяки передали по спутникам у телефона через знакомых в краевую службу спасения. Так называемый перевал Дятлова – это место в Уральских горах, расположенное на стыке трех регионов – Республики Коми, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Печальную известность получила более полувека назад, когда, предположительно, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года там погибли 9 туристов из клуба Уральского политеха. Обстоятельства гибели группы, возглавлял которую Игорь Дятлов, до сих пор до конца не установлены и вызывают массу пересудов. Теперь экспертам предстоит установить личность и причину смерти еще одного человека. По итогам совместного совещания, проведенного утром 11 января текущего года представителями Следственного комитета МЧС и полиции, принято общее решение о направлении следственно-оперативной группы на место происшествия ранним утром 12 января. Данное решение принято в том числе с учетом технических возможностей и погодных условий. Экспедиция может затянуться на несколько дней. От Ивделя, ближайшего города, к месту обнаружения тела около 200 километров, большая часть из которых проходит по труднодоступной местности. Труп мужчины в палатке обнаружила группа в составе 7 человек из пермского клуба «Меридиан», работающего при Политехническом университете. Это хорошо подготовленные и экипированные туристы, которые в этих местах не в первый раз. Конечная цель путешествия – плато Мань-Пупу-Нер, сообщает «Комсомольская правда». Маршрут группы официально зарегистрирован. У данной группы маршрут зафиксирован с 1 января по 17 января. На связь они не выходили. Я так понимаю, что в целях экономии финансовых средств и в целях экономии батареи спутникового телефона, если какие-то будут непредвиденные ситуации, то, естественно, они будут выходить на связь. 17 января мы ждем звонка. Страшная находка не поменяла планы пермяков. В настоящий момент тургруппа «Меридиана» продолжает двигаться по своему маршруту. Андрей Сидорчуков, Евгений Гуляев, Михаил Иситров. Телевизионная служба новостей при содействии 41-го телеканала «Екатеринбург». Похищенную в Нигерии жену футболиста Амкара из сборной Нигерии фигуры Агуде вернули родным в ночь на 11 января, сообщил в Твиттере пресс-секретарь сборной Нигерии Тиме Эбикакбором. Слабо Богу, буквально несколько минут назад жена Агуде Мимунад была отпущена и теперь находится со своей семьей. Женщина пропала в начале января. Известно, что преступники требовали выкуп. По словам пресс-секретарь Амкара Дмитрия Янцова, Агуде пока остается в Нигерии и присоединится к команде позже. Амкар до конца января находится на учебно-тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Пожаров меньше, но смертей больше. В Краевом МЧС и других оперативных службах подвели итоги новогодних праздников и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. О грустной статистике веселых дней расскажет Евгений Гуляев. За новогодние рождественские праздники на территории Перми и края произошло 77 пожаров. Есть и погибшие, и пострадавшие. В основном горел частный сектор. Это несколько меньше, чем за прошлый год. В прошлом году было 79 пожаров. Но согласитесь, все равно эта цифра довольно-таки велика. На пожарах погибло 16 человек, в том числе один ребенок. Это опять же больше, чем за прошлый период аналогичный. И получила различные травмы, различные тяжести 8 человек. В прошлом году 7 человек. То есть, как мы видим, проблема с праздниками у нас остается. Основные причины пожаров банальные и традиционные. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неисправность печей. При этом последняя неделя ушедшего года была относительно спокойной. Дома начали гореть с 1 января. Вот этот бум, я его связываю только с тем, что были все-таки праздники. Все-таки были праздники, все-таки были какие-то застолья, было употребление спиртных напитков. Это вот два пожара, где у нас погибло по два человека. Это 3 и 6 числа у нас были пожары. Эти дома горели в Ильинском и Чусовском районах. В обоих случаях причиной стали непотушенные сигареты. Горели не только дома. Накануне в Перми на улице Льва Шатрова очевидцы засняли пылающий автомобиль. Предположительно, это был поджог. Тушили машину долго. Сначала автомобилисты, затем пожарные. В полиции этот случай пока не комментируют. Не скучали без дела и пермские спасатели. Помимо пожаров им приходилось выезжать и на обезвреживание взрывных устройств. Подозрение на взрывное устройство. Это в жилом доме один из проживающих обнаружил у себя подозрительный пакет на лечество площадки. К великой радости взрывное устройство не подтвердилось. Хватало работы и сотрудникам правоохранительных органов. По сообщению Краевого следственного управления с 1 по 10 января в Прикамье зарегистрировано 13 особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека. Это 8 убийств и 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Все они раскрыты, подозреваемые задержаны. Однако оценивая ситуацию в целом, правоохранители назвали прошедшие праздники относительно спокойными. В целом новогодние праздники прошли достаточно спокойно. Сотрудниками органов внутренних дел Пермского края были организованы мероприятия по охране общественного порядка в местах скопления наших граждан. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Не обошлось в новогодние праздники и без происшествий на дорогах региона. Только серьезных ДТП за 10 дней зафиксировано десятки, в том числе со смертельными случаями. Тему продолжит Юлия Алеева. С 1 по 10 января в Пермском крае зарегистрировано 43 ДТП, в которых 3 человека погибли, 64 получили травмы. Во всех случаях регистрировались одни и те же ошибки водителей. Несоблюдение скоростного режима, либо потеря управления автомобилем. В Добрянском районе, когда водитель, двигаясь со стороны часового, не справился с управлением, и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем грузовым, в результате которого погиб пассажир легкового транспортного средства. Следующее ДТП, когда водитель не справился, это Мотовилиха, транспортное средство марки «Джили». Водитель допустил наезд на опору «Лэб». И третье дорожное произошло на автодороге Перми-Катеринбург. Водителям непосредственно был допущен наезд на пешехода, который двигался посередине проезжей части в темное время суток. В течение всех праздников дороги региона были взяты под усиленный контроль. Меры профилактики принесли свои плоды. Выявлены сотни автомобилистов, любителей покататься за рулем в нетрезвом виде между праздничными застольями. Только за 10 дней сотрудниками госавтоинспекции с проезжей части убрано более 500 водителей, управляющих транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения. По всем таким фактам непосредственно составлены административные материалы. В настоящий момент принимается решение о лишении права управления, то есть материалы направляются в суд. И первый рабочий день не обошелся без происшествий. Утром на восточном обходе лоб в лоб столкнулись Шкода Октавия и Лада Приора. С управлением не справился водитель иномарки. В результате управлявший Шкодой 22-летний мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Водителя Лады пришлось вызволять из покореженного авто с помощью спецоборудования. В тяжелейшем состоянии он также был доставлен в больницу. Еще одна серьезная ДТП случилась в первый рабочий день на трассе Перм-Краснокамск. Как пишет в курсе .ру, ссылаясь на очевидцев, массовое столкновение автомобилей произошло в 8 километрах от Краснокамска из-за заснеженных заносов. В аварии сошлись 14 автомобилей. Виновником инцидента предположительно стал водитель фуры, который не справился с управлением. Серьезно никто не пострадал, но на трассе образовался затор. Пермяки объявили сбор средств на лечение детей, которых накануне Нового года родной отец выбросил из окна 9 этажа. Напомним, трагедия произошла 30 декабря в одной из 9 этажек по улице Ким. Я в окно выглянул с кухни, смотрю, стоят две скорые и человек уже, ну в общем на этой лежит, на каталке. Вот и скорая вокруг него крутится, я думаю, может пьяный. А потом уже смотрю, подъехала полиция, начали что-то бегать и смотрю, след-то как бы к дому ведет. 38-летний мужчина сначала выбросил из окна 9-летнего сына и 10-летнюю дочь, а затем выбросился сам. Мать детей находилась на работе. Известно, что незадолго до произошедшего пара развелась. Позже мужчина скончался в больнице, дети выжили. Зампред краевого правительства Ольга Ковтун в своем блоге сообщила, что 11 января девочку уже перевели из реанимации в палату травматологического отделения. Ее брат пока в реанимации, но отмечается улучшение в его состоянии. Ольга Ковтун отметила, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь и в стационаре есть все нужные препараты. Зампред также выразила сомнения в том, что поспешно объявленный сбор средств оправдан и прозрачен. Отменен по причине убыточности. С 11 января остановлено курсирование экспресса Парма с сообщением Пермь-Екатеринбург-Пермь, который преодолевал путь до столицы Урала за 4 часа 58 минут. За три месяца он успел перевезти свыше 18 тысяч пассажиров, однако перевозчик заявил об убытках, которые составили более 14 миллионов рублей. Поезд заполнялся лишь на треть. По словам же представителей Пермской пригородной компании, для выхода маршрута на самоокупаемость заполняемость вагонов должна быть на уровне 67%. Выстояли в сложнейших условиях и выполнили задачи. Уральские ученые нашли в Антарктиде метеориты. Напомним, экспедиция Уральского федерального университета отправилась на поиски фрагментов космических тел в декабре прошлого года. В команде есть и наш земляк, доцент Пермского госуниверситета Андрей Королев. Сейчас он вместе с коллегами на пути домой. О том, в каких условиях пришлось работать ученым, узнала Юлия Зыкова. Это съемки Уральского федерального университета в Екатеринбурге. В середине декабря отсюда отправляли в путь первую российскую метеоритную экспедицию в Антарктиду. В ее составе шесть исследователей. Из Петропавловска, Камчатского, Екатеринбурга, Карпинска и Перми. Участник от нашего города Андрей Королев, доцент кафедры туризма Пермского госуниверситета. За его плечами немало сложнейших путешествий в разные районы земного шара. Накануне отправки на Южный полюс Андрей Королев рассказал пермским коллегам о своих обязанностях в предстоящей экспедиции. Буду отвечать за медицину. В данной экспедиции моя роль будет заключаться в том, как мы будем проживать в суровых условиях Антарктиды. И как мы будем выживать, если там будут какие-то сложные погодные условия. Погодные условия оказались сложнее некуда. Участники экспедиции разбили базовый лагерь в районе горного массива Ломоносова. Несмотря на то, что декабрь и январь – относительно теплые месяцы в Антарктиде, ураганный ветер не давал ученым работать. Несколько дней они провели в палатке, выжидая погоду. И вот 31 декабря – удача. Найден первый метеорит. О ходе поисков ученые Уральского университета сообщали в соцсетях. У мужиков все отлично. Все живы и здоровы. Пока погода стоит, работают как рабы на галерах. Проходят в день по 20 километров в поисках метеоритов. И все это в кошках с ледорубом. Поверхность, по которой они ходят – чистый лед. Есть небольшой уклон. Живут почти на гребне горы. Палатку от ветра закрывает скала, снежные стенки и сани. Всего хватает. На данный момент точно нашли два метеорита размером с апельсин и многопороды, которая слабомагнитится. Возможно, это тоже внеземной материал. Сейчас, в самой южной части планеты, полярный день. Солнце не заходит. И это на руку ученым. Они поясняют – Антарктида – одно из немногих мест на Земле, где фрагменты космических тел хорошо сохраняются и их легко заметить. Метеориты несут немало информации о прошлом и будущем нашей галактики. Все метеориты – это вещество, из которого формировалась Солнечная система. И все планеты, и Земля, и Луна, и Марс – это все формировалось из космического облака пыли, микрометеоритов. Курирует экспедицию профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский. Именно он занимался изучением знаменитого Челябинского метеорита, упавшего на Южный Урал в 2013-м. Имя Гроховского – журнал Nature тогда включил в десятку самых авторитетных персон мировой науки. По его словам, ученые разных стран уже давно отправляют в Антарктиду метеоритные экспедиции. Что касается наших исследователей, они сейчас на пути домой. Связаться по телефону с Андреем Королевым пока не удалось. По плану, он должен вернуться в Пермь 16 января. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Самые жаркие каникулы. Так называлась культурно-развлекательная программа, которая в празднике радовала пермяков ледовый городок на Эспланаде. И действительно, несмотря на морозные дни, посетителей там было много. 20 тысяч человек в новогоднюю ночь и 200 тысяч за минувшие каникулы. Такие цифры зафиксировали организаторы. Как выглядит ледовый городок сейчас и что предлагает горожанам, расскажет Евгения Караксина. За прошедшие 11 дней жители и гости города смогли, посетив всего несколько гектаров земли в центре Перми, прочувствовать атмосферу всего Пермского края. Ведь в этом году архитектура ледового городка на Эспланаде посвящена прикамью, его достопримечательностям и легендам. Однако познакомиться с символами края в первый рабочий день января нам не удалось. Ледовый городок Пермь-Великая по техническим причинам оказался закрыт. После ударных дней кое-что в нем нужно подправить. Организаторы обещают горки Усольские палаты, Лысинская крепость, Кудымкарская башня, Соликамская звонница, Суксунский самовар. Уже во вторник возобновят работу. В каникулы Пермь-Великая стала одним из самых посещаемых мест города. Первые дни Нового года было морозно, поэтому чуть-чуть поменьше было количество людей. В середину и уже под завершение было очень много народу. По очень предварительным данным порядка 200 тысяч, даже более 200 тысяч человек за это время прошло через городок. Порядка 25 тысяч человек воспользовались услугами катка. Ледяные арт-объекты, выполненные с привязкой к истории и культуре при Камье, плюс большой бесплатный каток – то, ради чего на эспланаде собираются пермики и гости города. Среди самых популярных – семиметровая фигура царицы Камы, чей подол превратился в ледовый лабиринт. Очень все красиво. Мы здесь гуляли практически каждый день, пока все это строилось. Все это прекрасно видели, как здесь все сооружалось. Очень красиво, замечательно. И сама архитектура впечатляет. И вот эта вся подсветка прекрасная. По вечерам это особенно видно, вот оттуда сверху с горы. В том году как-то было, мне кажется, получше, поинтереснее. Больше света ярко было все в том году. Прям, не знаю, радовало, как-то сразу празднично было, более новогоднее. А в этом году, не знаю, как-то и горы, мне кажется, не очень много. В том году вот этот буква «Град», которые буквы были, они все яркие, цветные такие, очень нравилось. Начиная с 12 января центральная городская площадка будет открыта с 10 утра до 11 вечера. Планируется, что ледовый городок Пермь-Великая завершит свою работу 15 февраля. Евгения Караксина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.